С вами вечерний Политпросвет. Сегодня мы поговорим на разные темы. От зарплат государственной корпорации Роскосмос до уличных стрелков в США. Казалось бы, при чём тут стрельба на улицах и в заведениях США и зарплаты в Роскосмосе? На первый взгляд связи нет никакой. Да и на второй тоже. Непосредственная связь отсутствует напрочь. А вот опосредованная есть и очень крепкая. Именно это я и предлагаю сегодня обсудить. Попробуем разобраться. И для начала разберёмся с Роскосмосом. Откуда поступают прямо-таки чарующие вести. Самые чарующие вести всегда о деньгах. О них сейчас мы немного и поговорим. Не так давно глава корпорации, которую мы обсуждаем, а именно Дмитрий Рогозин, занимающий это кресло с 2018 года, в гостях будущего известного журналиста Владимира Соловьёва, сообщил, что средняя зарплата в отрасли равняется 64 тысячам рублей. А это, согласимся, не самая плохая зарплата. Особенно если вспомнить, что Роскосмос – это 31 предприятие, и по разным данным то ли 220, то ли 240 тысяч человек. И если в Москве 64 тысячи – это даже говорить не о чем, то вот в провинции 64 тысячи бывают весьма внушительной суммы. Некоторые о ней могут только мечтать. Немного настораживает термин «средняя зарплата», потому что, как мы знаем, это где-то около средней температуры по больнице. А вот один человек имеет температуру 42 градуса, а другой – 24. А вместе оба – один живой здоровый человек, оказывается. Правильнее было бы оперировать кривой медианной зарплаты. Но вот об этих материях – молчок. О них отчитываться никто не спешит. Но насторожились-то ему не зря. И вот почему. Потому что «Роскосмос» – это не только 31 предприятие и 220-240 тысяч человек. Это ещё и центральный офис в столице нашей родине – город Москва. А там работает, по данным РБК, 605 человек. И вот в центре-то со средним жалованием несколько лучше, чем вообще по «Роскосмосовской больничке». В 2017 году служащие управляющей компании получали ежемесячно в среднем 382 тысячи рублей. А в 2019 году их зарплата выросла аж до 396 тысяч рублей. При этом сам Дмитрий Рогозин, как бы мы это сказали, на основной работе, по итогам 2018 года забогател на 23 миллиона 470 тысяч рублей. А вот его финансовый директор Дмитрий Белёнов затекларировал, внимание, 57 миллионов 400 тысяч рублей. Есть, конечно, и люди попроще. Например, зам генерального директора Сергей Савильев и другой зам Михаил Хайлов. Они отчитались за прошлый год о доходах в размере 22 миллиона 960 тысяч и 21 миллион 800 тысяч рублей соответственно. Ну и совсем мало удалось заработать исполнительному директору Сергею Крикалёву 16 миллионов 459 тысяч рублей. Кстати, бравурные 64 тысячи при ближайшем рассмотрении родного Роскосмосовского отчёта оказались несколько завышенной суммой. Потому что сотрудники промышленных предприятий Роскосмоса, ровно как и научных центров Роскосмоса, в среднем зарабатывают по 59 тысяч 700 рублей. Это, конечно, если взять вообще всех сотрудников скопом и вывести среднее арифметическое. Кстати, интересно, базовая ставка окладок космонавтов это 60 тысяч 900 рублей. Ну а тут надо сказать, что вместе с лётными надбавками за вредность и прочими надбавками где-то зарплата космонавта выходит тысяч так в 300, не считая разнообразных льгот. Например, мы все знаем, что раз слетавшему на орбиту космонавту выдают то квартиру, то машину, словом, нечто очень дорогое. И это абсолютно заслужено. Так вот, по поводу окладожалования, 300 тысяч совсем не тухлая сумма, но как-то удивительно меньше, чем получают управляющие. Итак, вдумаемся в эти простые цифры. Это важно. Около 59 тысяч ежемесячно в среднем на сотрудника. При этом нужно учесть, что вычисление среднего – это и те самые 605 человек в центре, и обычные уборщицы, которые работают на полуставке, я не знаю, за один мрот, возможно. Так что реальная сумма в руках обычного работника будет заметно ниже, я полагаю, около 30 тысяч рублей. Если, конечно, мы включим децильный коэффициент. Итак, 605 ценных управляющих кадров в месяц по официальным данным Роскосмоса зарабатывают 239 миллионов 580 тысяч рублей. Нетрудно посчитать, что это 4060 средних окладов по Роскосмосовским своим собственным официальным данным и около 8120 зарплат при введении децильного коэффициента. То есть, удаление 10% самых богатых. То есть, сектор управления съедает зарплату коллектива немаленького завода каждый месяц. Ну а сам Рогозин по основному месту получает 2 миллиона, чуть меньше. Это примерно за 66 человек в отрасли. Это мы ещё побочных доходов не посчитали, потому что, как мы знаем из его собственной декларации, купил он где-то винтажный ГАЗ-21Р, легендарную 21-ю Волгу. Видимо, в неплохой сохранности. Mercedes-Benz S560, который стоит от 6 миллионов 700 тысяч рублей. Мотоцикл BMW R1200GS Adventure от 1 миллиона 200 тысяч. Это не считая земельный участок, площадью 2373 квадратных метра. Жилой дом, площадью 782 квадратных метра. И квартиру 346 квадратных метров на двух уровнях в жилищном комплексе. Ближняя дача на Старомолынской улице города Москва. А её цена приблизительно равна полумиллиарду рублей. А вот финансовый директор Белёнов, этот человек, конечно, ближе всех деньгам. И понятно, что у него официальная зарплата несколько больше. И умудрился он наполучать 57 миллионов 400 тысяч рублей, как 972 средних работника. Он один. Если перевести на русский, это никакие не управляющие. Это капиталисты, получающие ренту. А их заработная плата, это всего лишь маскировка получения этой ренты. Если учесть, что директорат назначает жалование себе сам, то никаких препятствий к этому вообще нет. Даже хитрить и придумывать что-то не очень нужно. Конечно, конкретного владельца у Роскосмоса нету. Это государственное предприятие. Но государство, как мы знаем, у нас буржуазное. А значит, именно государство выступает коллективным капиталистом. А Рогозин и его коллеги получают всего лишь часть неоплаченного труда своих найденных работников. Теперь про работников. Работники в чётком соответствии с трудовой теорией стоимости и политэкономией работают для того, чтобы не умереть с голоду. И не оказаться на улице. А потом умереть с голоду. За 2017 год корпорация получила чистые прибыли 4 миллиарда 131 миллион рублей. При операционной прибыли в 5 миллиардов 158 миллионов рублей. И вот вдумайтесь, вся она полностью сформирована отнятой у рабочего прибавочной стоимостью. То есть, неоплаченной частью труда. И где-то среди этих миллиардов, миллионов, ноликов и единичек прячутся вот те самые шикарные, в кавычках, зарплаты Рогозина, Белёнова и им подобных. И на самом деле, запомним, никакая это не зарплата, это рента. Не может, потому что зарабатывать, то есть, получать за труд руководителя в 6-12 раз больше, чем космонавт, тяжелее и опаснее работы, которого в Роскосмосе просто нет и физически быть не может. То есть, 300 тысяч – это то, что в Роскосмосе вообще можно заработать, если работать. А вот всё, что сверху, это и есть рента. В среднем, наёмный работник отрабатывает жалование за 2 часа своего труда. Всё остальное время, 6 часов, при 8-часовом рабочем дне, он создаёт прибыль для своего хозяина. Это, собственно говоря, и есть прибавочная стоимость. И нет никаких оснований думать, что система в космической отрасли работает как-то иначе. Таким образом, среднему 30-тысячному специалисту недоплачивают, легко посчитать, 90 тысяч рублей. То есть, уровень отчуждения труда равен 75%. И вот ради этого человек тратит от 10 до 12 часов своей жизни ежедневно, включая дорогу, перерыв на обед и возможные переработки. Для кого-то секрет, что они там есть. То есть, половина жизни, таким образом, человеку не принадлежит. Он не заинтересован в своём труде на 75%, но не имеет иной мотивации трудиться, кроме как страх голодной смерти. Он трудится, чтобы не умереть. А ведь так недолго сойти с ума. И более того, некоторые сходят. Ну, или просто в какой-то момент съезжают с катушек, не выдержав стресса и или перспектив. Причём далеко не только в родной стране съезжают. Потому что, например, самая лучшая страна в мире и самая богатая страна в мире США имеет точно такое же устройство экономики, а значит и жизни. Как и у нас. Отличаемся мы лишь размерами и некими косметическими культурными кодами. Последствия того, что люди поколениями не видят смысла в половине собственной жизни, в США то же самое. Которая жизнь, оказывается, у них украдена ещё до рождения, бывают, прямо скажем, жуткими. Например, 3-4 августа сего года, в ходе уличной стрельбы в североамериканских государствах, погибло 29 человек и 50 получили ранения. Вот Конор Беттс, 24 лет от роду, учинил пальбу в Дейтоне, штат Огайо. Вооружившись винтовкой производства Эндерсон Мануфэкчеринг, АМ-15 калибра 5.56 с барабанным магазином на 100 патронов Бета-Си-Маг, он зашёл в рекреационную городскую зону и убил 9 человек, начиная со своей родной сестры. После чего его пристрелили полицейские, таким образом соорудив десятую жертву уличной стрельбы. Как говорит полиция, и мы склонны ей верить, граждане ещё очень легко отделались, потому что если бы псих зашёл пострелять не на улицу, а в переполненный бар, где сбежать некуда, от 100 патронов ему бы хватило на куда более впечатляющие результаты. А вот второй стрелок примерно так и поступил. 3 августа, примерно за 13 часов до Дейтонской стрельбы, в городе Эль-Пасо, Техас, случилось массовое убийство. Патрик Круишос 21 года прихватил старенький автомат АКМ, зашёл в торговый центр и открыл огонь. 20 покойников и 26 раненых. Стрелка причём задержать не удалось, но он позже сам сдался полицией. Патрик заявил, что его целью было убить как можно больше мексиканцев. Для кого секрет, что Эль-Пасо – это одно из мест, где пересекается американо-мексиканская граница, и мексиканцев там в самом деле очень много. Так вот, нужно было убить как можно больше мексиканцев. Также Патрик подошёл к вопросу очень вдумчиво и ответственно, а именно написал предварительно целый манифест, где выразил солидарность с известным крестоносцем из Новой Зеландии, который расстрелял мечеть. Крестоносец – это я, конечно, в кавычках беру, как эпитет. Оставил он некие следы и в соцсетях. И вот одна запись в сети LinkedIn весьма показательная. Там он по поводу труда высказался. Высказался просто. Работа – говно. Всего в США, если посчитать, за 216 дней сего года было убито и ранено около 1300 человек в уличных перестрелках, которые исчисляются примерно тремя сотнями. Конечно, нам сразу скажут, внимательные граждане, что американцы едва не поголовно вооружены. У них там от штата к штату леголайс бывает самый разный, начиная с револьверов, заканчивая пулемётами. Ну и к тому же там бездуховность царит. И никаких скреп нету. Но реальная суть проблемы, она вот именно там. В записи в социальной сети работа – говно. Причём любая работа, даже весьма высокооплачиваемая. Вот вспомним 64-летнего миллионера Стивена Пэддека. Что ему помешало в 2017 году вооружиться 23-мя резными винтовками, забраться на верхний уровень отеля «Мандалай Бэй» в Лас-Вегасе и потом расстрелять музыкальный фестиваль? Ничего не помешало. Начиная с его собственных миллионов и полное отсутствие какого-либо криминального прошлого. Ну и, конечно, винтовки-то все были легальные. Почему такое происходит? Да потому, что ребёнок, закончив учиться, что видит вокруг себя? А то, что он, его родители, его дедушки с бабушками, как и поголовно все родители и старшие родственники его друзей и одноклассников будут вкалывать остаток жизни без единого вменяемого шанса исполнить американскую мечту. Ну, то есть, так, миллионерам. Конечно, шанс есть, но он примерно равен шансу в лотерее. Или шансу выиграть 10 миллионов долларов в казино и уйти оттуда с этими деньгами. То есть, юноша видит, вот с тех пор, как он вообще начинает соображать, он видит, как труд расчеловечивает его близких. Ему понятно, что труд – это неблагородное призвание, это кара, которая отнимет у тебя половину жизни без какого-либо лично для тебя вменяемого результата. И эта кара неизбежна. Она абсолютно неотвратима, если ты не хочешь сдохнуть под мостом. Правда, вариант сдохнуть под мостом, он совершенно реален, даже если ты получишь хорошее образование и устроишься на приличную работу. Потому что, например, замечательный банк может в любую секунду лопнуть, и всем плевать, что ты работал там юрисконсультом или высокопоставленным клерком так тысяч за 80 в год. Я имею в виду американские рубли, конечно. Гарантировать тебя от такого никто не может. И молодой человек оказывается перед вполне конкретными перспективами. А точнее, отсутствием каких-либо перспектив. А вот человек обеспеченный, как Стив Пэддек, вполне успешный бизнесмен. Даже миллионер. Его откуда несёт? А его несёт ровно потому, что он живёт в обществе. А нельзя жить в обществе и быть свободным от него. То есть, да, капиталист рулит деньгами и эксплуатирует наёмных работников. То есть, расчеловечивает их или прямо участвует в их расчеловечивании. Но шутка-то в том, что капитал, как система, точно так же расчеловечивает капиталиста, как капиталист наёмного работника. Потому что капиталист вынужден жить, существовать и работать в условиях постоянной, вечной гонки с самовозрастающей стоимостью, которой является капитал. Если капитал его обгонит, капиталист разорится и окажется или в среде наёмных работников, или всё там же, под мостом. Такой шанс есть. Выдержать такие испытания может далеко не каждая психика. И, как мы знаем, часто не выдерживает. Например, бизнесмены иногда прыгают из окон. Иногда совершают, в том числе и бизнесмены, знаменитый американский коп-суисайд, когда нужно выбежать перед полицейскими и сымитировать стрельбу по ним. После чего можно быть уверенным процентов на 99, что тебя завалят. Ну или хватают оружия, ничего уже не имитируя. И вот тут важно не искать виноватых в оружейном лобби или в производителях компьютерных игр. Да, оружейное лобби проталкивает свободную продажу буквально всего. Разрешим продавать гранатомёты, будет продавать и их. Да, в телевидении, в кино, в компьютерных играх в самом деле часто пропагандируется самое неприкрытое насилие. Но оружие – это всего лишь необязательный инструмент. Но для убийства, как мы понимаем, не нужен пулемёт. Хватит двух бутылок с самодельным коктейлем молотого или грузовика, заправленного бензином. И это, как мы знаем, доказано всей мировой практикой. А вот игрушки и страшное кино – это всего лишь одно из средств, я подчёркиваю, одно из средств, чтобы спрятаться от кошмаров реального мира за кошмарами, выдуманными и нарисованными, которые по-любому не так ужасны, как реальные кошмары, которые окружают нас ежедневно. В конце концов, вместо многомесячной засидки в ГТА с непрерывной стрельбой, многие выбирают шприц с героином, или трубку с крэком, или многочисленные варианты опиума народа, поступая в тоталитарные секты или пополняя ряды какой-либо миролюбивой религии. Кстати, часто с тем самым результатом. А именно, стрельба, кровь и самоуничтожение. Просто надо запомнить, что это не производители брутальных компьютерных игр и не производители оружия вас убивают. Вас убивает капитализм, а долбанутый псих с автоматом на улице – это всего лишь одна из его омерзительных харь. Потому что капитализм – это смертоносный строй, который давно пережил свою полезность. И продуцировать теперь может только вот такие симптомы. Но это всего лишь симптомы, запомните это. На сегодня всё. Всем пока. Продолжение следует...